Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ о том, что происходит в нашем муниципалитете. И вам расскажу я, Олеся Попова. Итак, сегодня обсудим следующие темы. В Ленинском городском округе продолжается реализация программы социальной газификации. Вы можете выбрать два вида договора, то есть нелевой или комплексный. Предприниматели Ленинского городского округа пригласили на бизнес-завтрак. Это первая встреча такого формата. На мой взгляд, хорошая история. Посмотрим, что из этого получится. В Центральном парке города Видное сотрудники библиотеки провели очередной квест для детей в рамках летней акции «Читающие скамейки». Друг везде не просит, ничего не просит. Просто значит настоящий верный друг. В Ленинском городском округе продолжается реализация программы социальной газификации. В этом году в нашем муниципалитете рабочие подрядных организаций МОС «Облгаза» уже побывали в 28 населенных пунктах. И если раньше, чтобы оставить заявку на проведение газа до участка, требовалось заходить на сайт или звонить, то теперь все стало намного проще. В различных поселениях округа теперь можно встретить вот такой брендированный автобус. Это передвижной офис МОС «Облгаза». В нем находится специалист, который ответит на все вопросы, касающиеся социальной газификации, и поможет составить и заполнить необходимые бумаги. Вы можете выбрать два вида договора, то есть нулевой или комплексный. То есть в рамках нулевого договора подключение идет до границ земельного участка бесплатно. Соответственно, комплексном договоре можно выбрать подключить не только до границ земельного участка бесплатно, но и, соответственно, к вашему дому. В этот раз автобус приехал в деревню Слобода, но подобные выезды в различные поселения округа проходят ежедневно. Их расписание можно узнать на сайте МОС «Облгаза». В среднем посещают мобильный офис около 30 человек в день. Напомним, программа социальной газификации, в ходе которой можно бесплатно подвезти газовую трубу к участку, реализуется по поручению президента Российской Федерации. Предпринимателей Ленинского городского округа пригласили на бизнес-завтрак. С такой инициативой выступил один из банков, офис которого недавно открылся, видно. О чем говорили собравшиеся, узнал наш корреспондент Максим Козлов. Офис банка на Школьной улице ненадолго превратился в уютное кафе. Здесь сегодня проводится бизнес-завтрак, организованный финансистами и Ленинским отделением торгово-промышленной палаты Московской области. Это первая встреча такого формата. На мой взгляд, хорошая история, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, вы получите ответы на ваши вопросы. А вопросов у предпринимателей всегда немало, особенно сейчас, когда финансовая обстановка в стране стремительно меняется. Стараемся со своей стороны доводить до предпринимателей все новые вещи, которые сейчас есть в рамках антикризисных мер, государственных программ, областных программ по кредитованию, плюс дать некий обзор рынков, аналитику и так далее. Естественно, главное, что обсуждалось на этой встрече без галстуков, различные программы поддержки предпринимателей, которые внедряет областное и федеральное правительство. Первая программа, которую хотели представить, это у нас программа кредитования от правительства Московской области и совместно с корпорацией МСП. Главный плюс таких встреч – живое общение, причем общение со специалистами, которые готовы дать исчерпывающий ответ на любой вопрос, касающийся финансовой сферы. Если сейчас рефинансирование где-то 8%, ключевая, то здесь вот как раз там 5,5% получается. Здесь получается формирование ставки, а одна вторая ключевой ставки, то есть половина плюс 1,5%. На подобных встречах обсуждаются не только вопросы кредитования и предоставления других банковских услуг. Предприниматели интересуют и общие финансовые тренды. По биржам, как и куда что движется, естественно, очень много вопросов. Помимо прочего, все же физические лица еще. Всех интересует, куда пойдет там рынок, допустим, депозитов, физлиц и так далее. То есть на самом деле много вопросов и практически все интересно. Подобные встречи без галстука будут проводить на постоянной основе. Кроме того, планируется организовывать для учеников видновских школ уроки финансовой грамотности. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Центральном парке города Видное сотрудники библиотеки провели очередной квест для детей в рамках летней акции «Читающие скамейки». На этот раз ребята отправились в импровизированное морское путешествие. Помогали участникам строить корабли и искать сокровища пиратов Наталья Буслаева и Кирилл Иванов. Библиотечная акция «Читающие скамейки» проходит на протяжении всего лета в Центральном парке. Большая территория детского городка позволяет организовывать интересные квесты и конкурсы для детей. Очередное мероприятие было посвящено морской теме. Центральный парк города Видное на один час превратился в настоящую бухту приключений. Присоединиться к увлекательному морскому квесту мог любой юный посетитель. Развлекательную программу для детей организовали сотрудники библиотеки. Морскую тематику выбрали не случайно. Совсем недавно в России отмечали День военно-морского флота. Мы сегодня будем вас принимать в моряки. Знаете, кто такие моряки? Да. Кто? Это люди, которые плавают на кораблях. Участники разделились на две команды. И как самые настоящие моряки ответственно выполняли задания капитана. Строили корабли, завязывали морские узлы, отвечали на сложные вопросы викторины. Мне сегодня очень понравилось. Потому что мы сегодня бегаем. Я люблю бегать. Еще я люблю отгадывать загадки. Мне понравилось отгадывать витая, искать колодца, бегать, забирать узелы. О месте, где будет проходить очередное испытание квеста, нужно было узнать, следуя подсказкам, которые ребята получали перед каждым заданием. Я раньше не умела делать кораблики, но тут мальчик из другой команды подошел и помог делать кораблик. Потому что я этого не умела. Потом мы их запускали ветром. Мне вот еще понравилось, как мы делали кораблики. Из-за того, что меня все спрашивали, как их делать. Далее бесстрашные мореплаватели отправились бороздить бескрайние морские просторы. Переплывали, а точнее перепрыгивали океан по островам, которые сами нарисовали на асфальте. Мне понравилось сегодня делать узлы и еще рисовать. А что ты нарисовала? Остров. Остров нарисовала? Да, с китом. А, там кит на острове был, да? А это какой остров? Он существует или ты придумала его? Придумала. Во время морского путешествия ребята не только умело преодолевали трудные задачи, но успевали потанцевать и спеть любимые песни. Друг в виде не просит, ничего не просит. Вот что значит настоящий верный друг. Самое то, что понравилось, это вот узел, это вот командная работа, когда надо, чтобы все держались, чтобы все куда-то шли, вот, чтобы все дружили. Мне понравилось на карандаш наматывать нитку, бегать и отгадывать цвета. Ну а самой долгожданной частью праздника стал поиск сокровищ пиратов. А после того, как заветный сундук был найден, каждый участник игры получил подарок. Танцевали, пели песни, а еще мне понравилось искать клад. Такие увлекательные игры на свежем воздухе позволяют мальчишкам и девчонкам окунуться в таинственный мир приключений, проявить смекалку и настойчивость, почувствовать себя настоящими первооткрывателями и исследователями. Сегодня был квест. Сегодня это вообще очень популярная игра, и детям это очень нравится. Сегодня у нас было посвящено флоту, то есть мы посвящали детей в моряки и вот развлекались таким образом. Но каждый раз у нас что-нибудь новое. На следующую неделю у нас будут флаги, до этого мы отмечали день рождения Петра, тоже здесь у нас были фотосессии такие постановочные, тоже корабли запускали. Игры в рамках акции «Читающие скамейки» проходят в Центральном парке каждый четверг в 12.00. Побывать на очередном увлекательном квесте может любой желающий без предварительной записи. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Салон красоты «Эльза» приглашает клиентов на полный комплекс бьюти-услуг. От косметологии и эпиляции до макияжа и укладок. Подробнее о приятных и полезных процедурах расскажем в следующем сюжете. Добрый день, салон красоты «Эльза». Сохранить молодость, подчеркнуть природную красоту и добавить ярких акцентов – об этом мечтает каждая. В салоне красоты «Эльза» мечты становятся реальностью. Профессиональные и опытные косметологи подберут процедуры, необходимые именно вам, чтобы кожа всегда сияла здоровьем даже без макияжа. У нас представлены большую перечень услуг эстетической косметологии, в которые входят чистки, комбинированная чистка на косметике «Холиленд», пилинги, уходы, куда входят очищение, и лимфодренажный массаж, и комбинированный массаж, и маски, и сыворотки, микротоковая терапия. Кроме того, салон красоты «Эльза» предлагает услуги аппаратной косметологии, омоложения или лечения акне при помощи лазера, а также микротоковую терапию для стимуляции выработки коллагена и эластина. Кстати, здесь можно сделать и популярную процедуру лазерной депиляции. Это диодный лазер, он абсолютно безболезненный и очень эффективен. Достаточно, ну, конечно, это зависит от индивидуального человека, но где-то 10 процедур в среднем для того, чтобы достичь максимального эффекта, избавиться от волос навсегда. Если вы готовитесь к важному событию, специалисты салона «Эльза» готовы создать для вас шикарный вечерний или свадебный образ. Визажисты работают только с профессиональной косметикой, а стилисты по волосам соберут стойкую и эффектную укладку. Также в салоне «Эльза» доступны все виды окрашиваний мужских и женских стрижек. Мы все делаем, любые сложные техники окрашивания, блондинки в том числе, это вообще наша любовь. Вот, аэртач, шатуш. Работаем мы на красителях «Матрикс», «Алейбл» и «Лориаль». В нашем салоне есть уходовые процедуры. Это процедура счастья для волос от фирмы «Лейбл». Всевозможные маски, питательно-увлажняющие, восстанавливающие. Для тех, кто устал от ежедневного мейкапа, но хочет всегда выглядеть на все сто, у мастеров салона тоже есть предложение. Перманентный макияж. Это большая экономия времени. Это очень удобно, особенно летом, потому что ничего не течет. Девочки все довольны, можно спокойно и в бассейне купаться на море. Я работаю с тремя зонами, то есть бровки, веки и губы. Разумеется, в салоне «Эльза» можно сделать маникюр и педикюр на любой вкус. Здесь вы точно найдете идеальный оттенок лака. В палитре около тысячи разных цветов. Кстати, мастера ногтевого сервиса умеют работать с любой длиной и даже со сложными случаями. Также у нас есть огромный комплекс по уходу за руками. Также в педикюре у нас уход есть. Восстановление каких-то очень грубых пяток, трещин. Новых и уже знакомых клиентов ждут по адресу завидное 11. Студия «Красоты Эльза» порадует вас не только отличным качеством работы, но и уютным интерьером, а также идеальным сервисом. Ведь девиз салона звучит так. Салон «Красоты Эльза» – это место, где клиенты становятся друзьями. Вы всегда рады вас видеть. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше новостей вы можете узнать в наших социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!